Победный дебют в минувшие выходные хоккейный клуб Чебоксары провел первые предсезонные товарищеские матчи. На домашнем льду столичные богатыри принимали саратовский кристалл. Подробнее о том, как прошла встреча в нашем сюжете. На дворе лето, однако, хоккейный сезон на подходе. Уже в следующем месяце будет дан старт первенству высшей хоккейной лиги, где чебоксарские богатыри вновь будут биться за лидирующие позиции. А пока первый предсезонный товарищеский матч, который покажет наставникам, как уже успела сплотиться команда, чему нужно будет уделить особое внимание на тренировках, а главное, с кем будут продлены, а с кем заключены новые контракты в составе хоккейного клуба Чебоксары. Очередной сезон обещают быть не менее захватывающим. Новые наставники, новые игроки, а отсюда и, возможно, новые герои. Однако останутся и те, кто радовал болельщиков в прошлом. Пополнение произошло в тренерском штабе. На правах главного наставника остается уже известный нам Сергей Нуржанов, а его ассистентами будут в прошедшем игрок Сокола Алексей Трофимов и Александр Трофимов, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, дважды вице-чемпион России, который перешел в этом году в Чебоксарский клуб с поста главного тренера ХК Алматы Казахстан. Если же говорить об игроках, то, конечно, состав клуба еще не утвержден. Просмотры продолжаются. Ну, еще нет такой сыгранности, которую хотелось бы видеть, потому что сочетание новое. Одно у нас сочетание осталось с того сезона Горбенко-Иванов-Старков. Мы ждем усиления в рядах защитников и ожидаем вратаря еще. И, в принципе, по нападению сейчас у нас уже костяк команды сформировался. Предсезонные матчи во многом влияют на решение наставников о декомплектации клуба. Поэтому победа, по словам Сергея Нуржанова, в прошедших товарищеских матчах не главное. Однако может стать приятным бонусом. Ребята под нагрузкой находятся, поэтому тут рано судить еще по результату. Конечно, хорошо, когда команда выигрывает, но много очень ошибок, брака. Опять же, на фоне усталости, кто сейчас играет под серьезной нагрузкой, тот и в сезоне покажет свой класс. В матче первого дня чубоксарские богатыри одержали безоговорочную победу с разницей в счете в 4 очка. По завершении встречи на табло 6-2. Но во второй день хозяева заставили понервничать зрителей, доведя игру до овертайма. К счастью, все разрешилось в пользу нашей дружины со счетом 5-4. В основном игроки набирают физическую подготовку, именно сплоченность команды. По ходу матча нужно обратить внимание на игру в обороне, потому что очень много ошибок делаем в обороне. По нападению вопросов нет, много моментов, реализация есть. В дальнейшем будем дальше стараться и одерживать победы. Это лишь первый товарищеский матч. Уже завтра чубоксарцам предстоит принять гостей из Казани, участников чемпионата молодежной хоккейной лиги «Ирбис». Екатерина Абрамова, Арена Гавелян, Республика.